Детям до 14 лет рекомендуется смотреть вместе с родителями. Субтитры создавал DimaTorzok Общение в плане слов. Какие слова необходимо подобрать для того, чтобы было взаимопонимание. Оставайтесь с нами. Порой бывает так, что общаясь с людьми, мы просто-напросто друг друга не понимаем. Бывало ли у вас в жизни такое, что вроде говорите правильные слова, но чувствуете, что другой человек совершенно вас не слушает? И в такие моменты возникает такое чувство, что ему неинтересно. Во время беседы или разговора каждому из нас нетрудно догадаться, а на самом ли деле нашему собеседнику интересно то, что мы говорим. Это видно уже и по его внешнему виду. Если ему неинтересно, он начинает смотреть по сторонам, либо смотреть на часы или на свой сотовый телефон. Скажем так, отводит свой взгляд. А если ему интересна тема разговора, то он, напротив, всем своим вниманием устремляется к говорящему, давая ему понять, что больше его ничего не волнует. В такие моменты сотовый телефон, часы и все остальное переходят как будто бы на второй план. Интересным является то, что если нам самим, к примеру, человеку, говорящему об этом, тема особо неинтересна, то и других она вряд ли заинтересует. Оказывается, люди, когда общаются, они предпочитают общаться с единомышленниками, с людьми, которые точно так же, как они думают. И в этой связи они подобны зеркалам, подобны отражениям друг друга. Многие исследователи в области психологии установили тот факт, что мы стремимся общаться и заводить друзей среди единомышленников не просто так. Таким образом мы поддерживаем себя, ведь наш единомышленник, скорее всего, всегда поступает и мыслит практически как мы. Другими словами, если человек похож на нас, мы склонны ему доверять и хорошо к нему относиться. В словах это работает точно так же. Если мы начинаем говорить в таком же стиле, как и наш собеседник, то он, увидев в этих словах и в вас самого себя, успокаивается. Психологи утверждают, что для того, чтобы достичь взаимопонимания, необходимо использовать технику парафраз. Парафраз – это от слова «перефразировать». Это когда вы перефразируете слова другого человека. Перефразируя слова другого человека, мы облегчаем ему понимание самого себя. Наш мозг так устроен, что ему постоянно нужно подтверждение извне о своих действиях. Например, для этого были созданы зеркала, чтобы мы могли видеть свое отражение в зеркале, имели возможность смотреть на себя как бы со стороны. Человек в любой тревожной и непонятной для себя ситуации хочет, оказывается, разобраться в себе путем анализа происходящего. И в такие моменты он порой не слышит самого себя, своих мыслей и размышлений. И когда, сидя рядом с ним, вы перефразируете его слова, то он чувствует, что начинает понимать самого себя. Он как бы слышит свои же слова, но со стороны. К тому же, когда вы перефразируете собеседника, он чувствует полное принятие с вашей стороны. Парафраз, оказывается, бывает двух видов. Во-первых, это когда вы точь-точь повторяете слова другого человека. И второй парафраз – это когда сохраняется смысл, а вы перефразируете это другими словами. Однако давайте подробнее это рассмотрим. Парафраз бывает прямой – это когда вы перефразируете другого человека слово в слово. И косвенный – когда смысл сказанного остается, но вы это формулируете другими словами. Например, на слова «как же я устал от всего этого» можно сказать прямой парафраз. Ага, значит, вы устали от всего этого. Или на слова «как же я устал от всего этого» можно сказать косвенный парафраз. А, значит, вы чувствуете усталость из-за того, что вас что-то расстраивает? Или, например, «вчера этот магазин закрылся прямо у меня на глазах». Прямой парафраз «а, он закрылся прямо у вас на глазах» и косвенный. То есть вы расстроились, что не успели купить то, что вам было нужно? Но что же происходит в мозгу у человека? Почему ему нравится, когда повторяют его слова? Очень часто, оказывается, мы встречаемся с такими ситуациями, что нам кажется, что всем некогда, что как будто этому человеку неинтересно. И прежде всего это связано с тем, что мы не видим отражение свое от этого человека. И поэтому парафраз очень эффективен. Когда мы не видим в другом человеке свое отражение, наш мозг воспринимает его как чужого, не как единомышленника или друга. Например, вы с определенным человеком даже можете быть родственниками. Но если он не видит в вас частичку себя, он настораживается и закрывается. Все это связано с тем, что бессознательно мы все хотим жить среди таких людей, которые нас понимают и поддерживают. Если, например, вы хотите высказать противоположную точку зрения, чему-то научить или выразить свое несогласие с вашим другом, то для начала согласитесь наоборот с каким-либо его высказыванием, для того, чтобы его мозг не защищался и воспринимал вас как друга. А уже потом постепенно в вежливой манере можно выразить свою точку зрения, какая бы она ни была. В действительности, когда вы сталкиваетесь с такой ситуацией лоб в лоб, действительно очень трудно сосредоточиться. Для этих случаев мы рекомендуем вам список фраз и выражений, которые вы можете использовать в качестве парафраз. Внимание на экран. Следующие слова помогут вам в составлении парафраза. Уважаемые телезрители, спасибо вам за ваши письма. У передачи «По душам» есть рубрика «Вопрос к психологу». На данный e-mail и номер WhatsApp, который вы сейчас видите на экране, вы можете задать вопрос по психологии, который мы рассмотрели бы в нашей передаче. А к нам поступил вопрос, давайте его посмотрим. Здравствуйте! Существуют ли такие слова, которые нужно избегать? Наверняка есть слова, которые всем не нравятся. Да, действительно, иногда бывает так, что людям не нравятся некоторые слова. Более того, оказывается, существуют универсальные слова, которые вообще нельзя использовать. Давайте обратим внимание на следующие слова, которые нам нужно избегать в общении. Нельзя начинать разговор со следующих слов. Неужели ты не можешь? К сожалению, я вынужден отказаться от… Я не понял, ты что, мне угрожаешь? Навряд ли я смогу. Нет, нет и еще раз нет. Эти слова, конечно же, можно употреблять в общении, но не в начале разговора. Если говорить об этом в начале разговора, мозг человека не будет видеть в вас друга и будет негативно настроен. Если одно слово лечит, то другое может и покалечить. Действительно, очень важно обращать внимание на то, какие правильные слова мы подбираем в общении. И тогда успех во взаимопонимании обеспечен. С вами была передача «По душам». До новых встреч. Ассаляму алейкум. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова